Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро. Олег Пек, Александр Шунин проводит с вами «Утро вместе». Вот уже, наверное, сколько, полтора года мы живем в состоянии такого уникального социального эксперимента, пандемия, которая ограничила человеческое передвижение, общение. Очень многие вещи сделала. Ну, сейчас уже, кажется, вот заходишь в магазин, первым делом хватаешься за маску, чтобы... То есть это уже становится каким-то рефлексом, совершенно каким-то естественным чувством. Но на самом деле вот эти изменения, они позволили ряду исследователей вывести, сделать очень интересные выводы по поводу того, как все-таки, какие факторы влияют на уличную преступность, вообще на преступность в больших городах, в мегаполисах, в странах. И вот результаты этого исследования стали известны буквально на днях. И исследования действительно заставляют задуматься. Ну, понятно, что, учитывая ограничения передвижения, закрытые рестораны, бары и прочие массовые... Первые собрания, да, злачные. Ну, не то, чтобы они изначально злачные, но как бы есть момент провокаций в этом во всем. Все-таки человеческий фактор отменять нельзя. Так вот, в 27 городах, самый близкий из которых к нам, это Таллинн, извините, заговариваюсь, количество грабежей сократилось на 46%, краж на 47%, на 35% стало меньше разбойных нападений, и лидером здесь оказалась Барселона, европейская туристическая МЕКО. Город, количество краж в нем сократилось в 10 раз. Ну, нет туристов, нет краж. Да, автомобили стали угонять на почти 40% меньше, и так далее. Обсудить вот эти тенденции мы предложили Андрею Шишову, вице-президенту Европейского альянса телохранителей и специалистов в области безопасности, и Андрей сейчас с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я поделился с вами публикацией, в которой рассказывается о результатах этого исследования. Ваша первая реакция, ваше первое впечатление по прочтению? О да, тенденция достаточно интересная, исследование очень интересное. Оно в целом действительно отражает ситуацию в мире, которая касается криминогенной обстановки в разных регионах. Действительно, как это ни странно, у пандемии есть какие-то свои положительные стороны. В том числе мы можем наблюдать, что именно тяжелые преступления, связанные с террористическими актами, достаточно здорово снизились в мире. Это мы можем видеть по статистике, по новостям, по тому, как это освещается в мире. Что касается конкретного исследования, как мне кажется, оно не совсем полностью отражает реальную криминогенную ситуацию, поскольку снижение краж в 10 раз, мне кажется, все-таки завышено. Если мы возьмем, допустим, латвийскую статистику, такую достаточно скучную, но она имеет место быть, она очень объективна. То есть я сделал выборку трех последних лет, то есть 2018, 2019, 2020 год. Количество зарегистрированных преступлений в Латвии снизилось за это время приблизительно на 10,5%. То есть если в 2018 году в Латвии общее количество преступлений составляло 43,260, то в 2020 году это было 38,700. Что касается преднамеренных убийств, в Латвии статистика практически не поменялась, эта цифра абсолютно ровная все эти годы. Да, уменьшилось количество тяжких телесных повреждений примерно на 16%. Количество грабежей за последние три года уменьшилось на 18%, количество краш на 11,5%. Единственное, я пока не обладаю подробной статистикой, что касается краш имущества из общественных мест, краш имущества из квартир. Я думаю, что, скорее всего, да, тенденция ведет к тому, что количество квартирных краш уменьшается. То есть из-за того, что люди сидят все-таки на самоизоляции дома и меньше покидают свое жилье, получается? Да, совершенно верно. Они как бы его косвенно оброняют. Поэтому, да, количество квартирных краш снижается. Уменьшилось количество преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков. Как ни странно, в 2018 году количество таких зарегистрированных, опять же, случаев было 3 606, в 2020 году 2 655. То есть мы говорим о 26,5% снижения подобного рода преступлений. Ну, то есть стало труднее этот оборот осуществлять из-за того, что нарушаются какие-то связи между странами, нарушаются туристические, там, если люди под видом туристов перевозили что-то. То есть это все разрушает привычные схемы преступников. Вероятнее всего, это так, да. То есть мы говорим о резких ограничениях передвижений, транзита и, соответственно, ограничениях, связанных с подобного рода преступлений. Я очень не хотел касаться такой деликатной темы, как изнасилование, но, к сожалению, статистика меня заставила это сделать. Количество изнасилований в Атрии выросло за этот срок на 30 лет. И вообще, что касается тенденции бытовых преступлений в Латвии, к сожалению, скорее всего, мы не получим объективной картины, потому что количество зарегистрированных преступлений в этой области, я думаю, что не отражает реальную картину. Реально еще больше, да. Поскольку масса людей является жертвами бытовых преступлений, при этом не обращаясь в правоохранительные органы и таким образом не попадаются. То есть это как раз тенденция того, что, находясь, опять-таки, в домашнем, ну, больше проводя времени друг с другом, это все вызывает, повышает уровень насилия в семьях? Да, несомненно. Кроме того, ну, люди, скажем так, психически неустойчивые в такой ситуации, вероятнее всего, склонны к обострениям. И, соответственно, от подобного рода людей страдают, ну, скажем, работники сервисных центров, которые так или иначе вынуждены обслуживать клиентов публично. Такое количество преступлений растет, оно не связано, скажем так, с тяжкими телесными повреждениями, но, что касается случаев подобного хулиганства, они растут, и пока эта тенденция сохраняется. Ну, и, безусловно, выросло количество онлайн-мошенничеств. Да, вне всякого сомнения, но здесь, я думаю, это связано не только и не столько с пандемией, сколько с развитием технологий. И здесь, опять же, объективная статистика, как мне кажется, не отражает той реальной ситуации, с которой мы сталкиваемся, потому что в киберпространстве есть большое количество мелких мошенничеств, которые также нигде не регистрируются, поскольку люди не обращаются в случае, если у них, ну, условно, украли со счетом 15 евро. Но такое количество подобных мошенничеств очень большое, и оно будет только расти. А как влияет на преступность то, что, например, закрыты массовые мероприятия? Мы все знаем, что все-таки футбольные матчи, какие-то музыкальные концерты, большие такие массовые скопления людей, они часто приводят, ну, тоже к каким-то конфликтам, разгоряченные фанаты идут там бить стекла. Да вот даже недавно закончившийся чемпионат мира. Ну, да. Все могло бы быть иначе? Ну, так есть, конечно. То, что мы уже обсуждали, что касается снижения количества тяжких телесных повреждений и телесных повреждений, в принципе, это говорит о том, что, да, очень ограничено количество бытовых контактов на массовых мероприятиях, из-за этого, и, соответственно, количество конфликтов снижается. Напомню, мы беседуем с вице-президентом Европейского альянса телохранителей и специалистов в области безопасности Андреем Шишовым. Андрей, скажите, пожалуйста, вот в том же исследовании, в той публикации, которую мы обсуждаем, от которой отталкиваемся, прозвучало предложение, ну, не то что предложение, а исследуется также мысль создания безопасного городского пространства, такое социальное перемешивание, которое предполагает создание микрорайонов, где соседствуют люди различных национальностей, вероисповедания и уровня доходов. Как вы считаете, подобное перерасселение, оно может уже улучшить скиминогенную ситуацию в городах? Как мне кажется, это достаточно утопическая идея, поскольку, как мы видим, тенденции в мире, наоборот, говорят о том, что людям комфортнее находиться в своих этнических и социальных группах, и это снижает уровень конфликта. Я думаю, что если говорить о глобальном снижении вообще уровня преступности в государствах и в мире, то это в большей степени зависит от конкретной экономической ситуации в конкретной зоне государства, области и так далее. Ну, условно говоря, так, если людям есть возможность заработать, они, скорее всего, не будут воровать и стремиться совершать преступления. То есть общая экономическая ситуация в государстве является катализатором того, что происходит в криминогенном мире. И эта тенденция, в принципе, везде одинаковая. Если государство способно обеспечить свое население работой и обеспечить некий стабильный уровень дохода, который, скажем так, удовлетворяет людей и не провоцирует преступлениям, этого достаточно. То есть вот эта тенденция, которую в последние годы все-таки мы наблюдаем и видим, что богатые люди стремятся жить в каких-то, ну вот закрытых, условно говоря, поселках, где специальный какой-то пропускной режим, то есть ограничить свои контакты с окружающим миром, вот эта тенденция, она, вам кажется, будет продолжаться? Ну, то есть два гетто для бедных и для богатых. Думаю, что да. И, может быть, даже она усилится, поскольку, ну, как мы видим, количество иммигрантов, в том числе нелегальных в мире, продолжает расти, и, соответственно, преступления, связанные именно с этой тенденцией, также увеличены. Андрей, немножко хочется поменять тему. Вчера у нас с Олегом в эфире была новый министр внутренних дел Мария Голубева. Среди прочего, она озвучила свою позицию по поводу декриминализации лёгких наркотиков. То есть она не давала никаких обещаний и планов не высказывала, но прозвучала мысль, что это было бы правильно, на её взгляд. Вы поддерживаете такую позицию? Субъективно я вообще не поддерживаю оборот наркотиков как таковой, лёгких или сильных. Я думаю, что, скорее всего, если мы хотим добиться снижения количества преступлений, связанных с наркотиками, то легализация лёгких наркотиков на это просто никак. А если говорить об алкоголе, то вот эти, ну вот сейчас практически мы увидели социальный эксперимент, когда были закрыты бары, пабы по всему миру. Вот это как могло сыграть, вот какую роль в преступности, увеличением, сокращением? Ну, как мы уже говорили, закрытие баров, пабов и подобных общественных мест, скорее всего, уменьшило количество преступлений, связанных с хулиганством, нанесением телесных повреждений. Что касается потребления алкоголя, честно скажу, у меня нет сейчас статистики в мире, но я думаю, что, скорее всего, собственное потребление никаким образом не изменилось. Через интернет-магазины можно было... Да, люди как потребляли, так и потребляют. И мы с вами прекрасно знаем, к чему приводят жесткие ограничения в этой области. То есть мы помним там сухой закон в США в 30-е годы, сухой закон в Советском Союзе в 80-е. Это только провоцирует людей к нелегальному обороту алкоголя и не более. Скажите, пожалуйста, ну вот возвращаясь я все к своему, к вчерашнему интервью с госпожой Голубевой. Она постулировала несколько пунктов своей, можно сказать, программы, то, к чему она будет стремиться, в том числе повышение, улучшение материально-технической базы во всех сферах, которые находятся сейчас в ее, так сказать, влиянии. И повышение также уровня образованности представителей органов. Но при этом она не собирается возобновлять работу полицейской академии, так называемой. На ваш взгляд, можно ли добиться вот этого уровня образованности и как-то воспитывать полицейских и работников, я не знаю, пожарной службы без специализированных учебных заведений, а продолжать готовить в том числе юристов в частных вузах, в государственных вузах, не профильным, специальным? Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что это риторический вопрос. Понятно, что работа в полиции, в пожарной охране вносит свою специфику. И, конечно, полицейская академия с этой точки зрения абсолютно необходима учебное заведение, потому что, выпуская только юриста, мы не можем говорить о том, что он готов работать в полиции. Там все-таки иная специфика, которая, конечно, связана с юридическими знаниями, но этого недостаточно. Ну, ведь это вопрос не то чтобы риторический, скорее, это вопрос лежит в сфере экономики, потому что вузы, в том числе и частные, и государственные костьми лягут, чтобы не допустить создания еще одного университета, или института, или академии, можно называть как угодно, потому что это лишит их части финансирования. Возможно, действительно есть какой-то другой вариант добавить специализированные курсы и направления в уже имеющихся учебных заведениях? Возможности развития здесь, я вижу, да, достаточно много. И здесь, как мне кажется, воля государства и конкретного министерства, которое должно заботиться о своих кадрах, имеет первостепенное значение. Каким образом люди решат этот вопрос, вариантов много, как мы понимаем, методик образования тоже достаточно много. И здесь все зависит от того, насколько государство само хочет это развивать и повышать. У нас вопросы есть, да? Да, пришел вопрос от слушателя на WhatsApp. Есть ли статистика по преднамеренным убийствам в год, вот выросла она или уменьшилась? Преднамеренные убийства в год в Латвии практически никак не изменились. Здесь в 2018 году подобных случаев зарегистрировано 78, в 2019 — 75, в 2020 — опять же 78. И в Латвии это практически не меняется с годами. То есть эта цифра примерно сохраняется. Но в принципе это позитивный момент. Что нет увеличения. Можно так оценить вообще? Позитивный, негативный. Да, не снижается, но и не растет, несмотря ни на что. Ни на экономическую ситуацию, ни на прочие нюансы. То, что нет роста, это, конечно, позитивный момент. Хотя говорить о том, что убийств в Латвии мало, ну, не знаю, учитывая то количество населения, которое мы имеем, мне кажется, эта цифра достаточно высока. Огромное спасибо. Спасибо. Напомню, с нами был Андрей Шишов, вице-президент Европейского альянса телохранителей и специалистов в области безопасности. Мы обсуждали то, как пандемии и связанные с ней ограничения отразились на уровне преступности не только в Латвии, но и во всем мире о тенденциях. Позже, конечно же, наша беседа будет изложена в письменном, что называется, виде на портале MixNews.LV. Огромное спасибо, Андрей, хорошего вам дня. Мы удаляемся с Олегом на паузу, после которой встретимся удаленно с нашим новым гостем. Поговорим о развитии сельского туризма. Буквально сегодня начинаются, во множественном числе, дни открытых дверей на селе. Что это за акция? Вот об этом через несколько минут. Радио Болтком